Так, ну что, будем начинать сегодня. В прошлый раз мы с вами рассмотрели пример того, как синтезируется система управления на базе такого классического подхода Model Previctive Control, то есть управление с использованием модели с учетом всех ограничений, которые существуют в задаче. На примере задачи системы круиз-контроля для автомобиля. Мы с вами посмотрели на то, как формулируются математические модели современных задач, то есть это, как правило, уравнения дифференциальные. Посмотрели, какие бывают приемы по упрощению этих моделей, то есть это, например, замена различных нелинейных функций линейными, замена разрывных функций некоторой совокупностью обычных функций с помощью некоторой логики. Плюс посмотрели то, как различные виды, то есть общая идея Model Previctive Control может раскладываться на различные варианты подвиды этой системы, то есть системы с некоторыми упрощенными моделями, системы с офлайн-обучением, когда, грубо говоря, у вас задача оптимизации формулируются в виде некоторой формулы, решение задача оптимизации формулируется в виде некоторой формулы и затем закладывается контроллер, так и полновесные системы Model Previctive Control, где оптимизация проходит в режиме онлайн. И также посмотрели на те результаты. Результаты были, конечно, несколько десятилетней давности, но, тем не менее, показывают, что, например, офлайн-системы на порядке быстрее работают, чем системы онлайн с онлайн-оптимизацией, при этом по показателю качества тоже оказываются достаточно приемлемыми. Вот, ну, именно за счет скорости своей работы. Вот, сегодня мы, нам надо будет немного посмотреть на практическую часть нашего курса. Значит, у вас будет курсовой проект, и на экзамене будут задачки. Вот, соответственно, будут задачи, связанные с расчетами, то есть в таких задачах будет дана модель процесса, и для этой модели необходимо будет сделать расчет системы управления по тому или иному методу. У нас будет целый ряд методов. Сегодня мы посмотрим самый простой из них. Это метод построения линейных регуляторов, пока без адаптации. Значит, соответственно, будет еще курсовой проект, где вам тоже по каждому методу надо будет, у вас каждому будет выдан некоторый процесс, уравнение процесса. И для этого уравнения процесса нужно будет, во-первых, провести моделирование, то есть изучить то, как ваш процесс ведет себя. И, во-вторых, нужно будет сделать расчет системы управления по различным методам. Их будет четыре. То есть это тот аналитический, который мы сегодня будем рассматривать, и три адаптивных. Значит, по ходу, если будут какие-то вопросы, будет непонятно, что я объясняю, значит, сразу задавайте вопросы, чтобы мы далеко не уходили. Вот, значит, конечно, там те материалы, которые сейчас будем смотреть, они такого не супер хорошего качества. То есть тут так достаточно кратко в лаконичной форме описаны основные подходы к тому, как происходит синтез. И разбирается небольшой пример. Вот, мы еще посмотрим на то, как это, ну, на какую-то конкретную задачу, которая решается с помощью вот этого метода. Называется он метод аналитического конструирования агрегированных регуляторов. Кратко, АКАР. Мы посмотрим еще на то, как это может быть применено к какой-то реальной модели объекта. Вот, ну, в принципе, в прошлый раз мы уже обсудили, что для нелинейного управления наиболее популярным методом описания модели является форма дифференциальных уравнений, где у вас слева расположены некоторые системы, некоторый список динамических переменных, их производных, да, справа определение того, как эти переменные ведут себя во времени через определение, через производные. Вот, и кроме того, у вас есть еще набор каналов управления, которые зависят от координат вашей системы, то есть от этих х. Вот, мы здесь рассматриваем вариант, при котором у вас весь вектор состояния, то есть каждая переменная доступна для измерения, и, соответственно, эти переменные вы используете в вашем аналитической функции в законе управления того, чтобы вычислить конкретное значение управляющего воздействия в следующий момент времени. То есть вот такая простенькая системка. Ну и начнем мы не с самого метода Акара, а начнем с более простого метода. Это метод эталонной модели, который в целом, идея вот этого метода эталонной модели, она в частности будет использована в идее более сложного метода, метода Акар. Значит, суть этой идеи стоит в том, что у вас присутствует помимо уравнения объекта, которое у вас дано как условие, вы вводите еще уравнение эталонной модели. То есть тоже некоторое дифференциальное уравнение, которое может описывать поведение вашей системы. То есть то поведение, которое вы хотите получить в результате управления. То есть суть состоит в том, что у вас есть исходная модель объекта, то есть то, как объект существует, физический объект существует. И у вас есть некоторая виртуальная модель, которая будет демонстрировать то, как вы хотите, чтобы объект себя вел. И тогда вот эта функция управления, ее суть состоит в том, чтобы трансформировать аналитически одну модель, то есть модель исходного объекта, то, как объект себя ведет, в модель, то есть в систему, которую вы задаете желаемую систему то есть то как и должна себя вести система вот и как раз это нелинейное преобразование из одной модели в другую это и будет как раз сигнал управления то есть тот то внешнее воздействие которое нужно приложить к системе чтобы она начала себя вести так как вы хотите вот в принципе вот вся магия этого метода то есть тут дальше начинается просто алгебра то есть вам нужно первый вопрос это сформулировать эталонный модель процесса то есть ну задать вы можете абсолютно любым образом основное что необходимо из такой идеи до вас порядок вашей эталонной модели должен соответствовать порядку вашей исходной модели объекта здесь мы видим у нас исходная модель объекта задана уравнением второго порядка то есть есть производная по x 2 2 порядка то есть 2 производная по времени 1 производная по времени сама переменная то есть это получается нелинейный объект 2 порядка его можно трансформировать вот в такую форму вот но для метода эталонной модели желательно чтобы это было все таки на каждое управляющее воздействие чтобы у вас было 1 одно уравнение это основное ограничение этого метода и именно поэтому например мы дальше рассматривать этот акар как расширение ну скажем так некоторые усложнение этого метода который позволяет избавиться от этого ограничения вот но в данном случае тут уравнение второго порядка но она выглядит в виде одного уравнения то есть здесь у вас есть система уравнений первого порядка из n уравнений вот здесь получается одно уравнение n-ого порядка который немножко другая форма это самое главное что понять отличие вот но тем не менее такая модель популярна физики прошлый раз мы рассматривали систему круиз-контроля где тоже автомобиль описывал с а вот именно таким уравнением то есть там была у нас качестве x у нас было там позиция на трассе первая производная ekso это была скорость движение 2 производит обла ускорения и были нелинейные функции но там было еще вот нелинейная функция при первой перемены при первой производной которая описывала сопротивление движению в частности там сопротивление воздушного потока которая квадратично росло, в зависимости от скорости. И, кроме того, была еще функция управления, частично разрывная, то есть там были передачи, был второй параметр — это передача, которую управлял пользователь. Таким образом, у вас было фактически два управляющих воздействия, но затем это управляющее воздействие по набору правил сводилось к одному управляющему воздействию. В зависимости от скорости у вас автоматически переключалась передача, что, в принципе, достаточно логично. И там это решалось с помощью метода Model Prediction Control, то есть производилась оптимизация с учетом набора критериев. И здесь мы рассмотрим немножко другой подход, когда вы задаете просто эталонную модель процесса. В данном случае вы должны все свои ограничения вложить вот в эту эталонную модель. Но здесь ограничений практически не вводится, здесь вводятся только два требования. Значит, первое из них — это то, что система должна быть, во-первых, устойчивой относительно некоторого желаемого значения. То есть у вас есть некоторое целевое значение для переменной x, вот, и у вас накладываются два ограничения. Первое — у вас должна быть система устойчивого относительно этого целевого значения, то есть все траектории движения вашей системы должны сходиться к этому значению. вот, и второе — значит, это точка, это желаемое должно быть устойчивой. В некотором положении равна если. То есть попадая в эту точку, система должна оставаться в ней без приложения внешних усилий. Вот. То есть, в принципе, исходя из этого, задавая модель в виде набора, ну, такой обобщенной линейной модели с набором коэффициентов, тут c1, c23, мы можем сформулировать задачу выбора вот этой эталонной модели как соответственно выбор вот этих коэффициентов, исходя из тех условий, которые ограничения, которые мы накладываем на систему. Вот. То есть в этом основная вот идея выбора эталонной модели. То есть вы должны выбрать эталонную модель таким образом, чтобы она позволяла описывать движение системы исходя из тех ограничений, которые у вас есть. То есть, ну, в данном случае тут мы просто наложили ограничение, что должно быть положение равновесия в точке, в которую нам необходимо прийти. Вот. И это положение равновесия должно быть устойчиво. То есть автоматически в линейной системе это приводит к тому, что все траектории будут сходиться к этой точке. То есть мы не накладываем здесь ограничений на скорость выхода на заданную траекторию, мы не накладываем ограничения на то, как может меняться управление. Значит, здесь всего этого нет. Но здесь на самом деле ограничений на управление здесь и не получится. Вот. Здесь можно только ограничения на переменные попытаться вводить, выбирая подходящим образом уравнее системы, но это на самом деле будет не так тривиально. Вот. Но тоже возможно. Вот. И, соответственно, задав такую модель управления, такую модель, эталонную модель, вы можете легко получить систему, получить функцию управления, то есть которая будет зависеть только от координаты x и от этих параметров, просто присвоив одно уравнение другому, то есть перенести управление в эту часть, здесь будет 0, и 0 равно 0, приравнять два этих уравнения и получить вот, из них выразить функцию управления, просто как некоторую перемену, да, получить как функцию управления, зависит от всего остального. Вот. В принципе, если это сделать, то все достаточно получается просто. Значит, получается примерно вот такая вот функция управления. Вот здесь мы ее присвоили, да, то есть наша, то есть мы, на самом деле, получили, выразили вторую, на самом деле, немножко другом сделали, мы выразили вторую производную по x для первого, для второго уравнения, да, перенесли просто все, что вот здесь, сюда вправо, и здесь все, что сюда, перенесли вправо. И затем просто приравняли вот эти вот вторые производные, вот то, что исходная модель объекта и эталонная модель объекта. И просто приравняли вторые производные. То есть эти модели будут одинаковые, если у них будут одинаковые вторые производные. Ну вот, приравняв, значит, мы получили некоторое уравнение, в котором нам неизвестными является вот эта функция u. И просто перенесли вот эту часть сюда и получили, по сути, выражение для нелинейного закона управления, которое трансформирует одну систему в другую. Вот, и остается только вопрос, как вот рассчитать вот эти коэффициенты, исходя из тех ограничений, которые у нас есть. Вот мы их здесь задаем, вот эти наши ограничения, которые мы хотим использовать. То есть, что у нас должна быть точка равновесия, то есть точка, в которой система никуда не двигается. Она должна приходиться вот на вот эту вот желаемую величину, соответствующую желаемой величине, которую мы хотим получить. То есть, если это какой-то, не знаю, круиз-контроль, например, да, то желаемое положение для нас – это, например, некоторое значение скорости, вот, либо некоторое положение на трассе. Вот, и второе, что нам необходимо, это обеспечить устойчивость. Вот, то есть, ну, если, например, это скорость, да, то скорость должна быть стабильной, то есть она не должна там в разнос уходить вокруг вот этой точки равновесия. Вот, соответственно, задавая вот эти два условия, мы можем попытаться посчитать коэффициенты C11 и C23. Значит, как это делается? Просто есть правило нахождения положения равновесия, то есть, ну, мы первое, что преобразовали эту систему второго порядка, преобразовали к системе, к двум уравнениям первого порядка, то есть через замену второй производной. То есть мы, получается, первое производное, то есть X у нас остается X1, а первое производное X, это будет переменная X2. Вот, и таким образом, подставляя замену, можно вот из вот этого уравнения получить одно уравнение, да, то есть что производная по X1 равно X2, а из этого уравнения, подставляя сюда вот эту вот замену, да, получить второе уравнение, что производная по X2, это вот эта вот правая часть. Вот, получив такое уравнение, можно посчитать положение равновесия, просто приравняв производные к нулю. Ну, логично, что если у вас система никуда не двигается, то производные равны нулю. Соответственно, чтобы найти точки в плоскости X1, X2, в которых система никуда не двигается, нужно просто в исходном уравнении приравнять производные нулю и посчитать координаты, то есть X1, X2. Вот, если это сделать, то есть получится ряд выражений, значит, то есть вот каждое, приверняв к нулю, да, мы получим, что, во-первых, x2 будет равно нулю, это будет всегда положение равновесия. Вот, и, зная это, можно посчитать, чему, собственно, будет равно x1 для вот этого положения равновесия. То есть x1 у нас положение равновесия будет равно некоторому желаемому значению, которое мы хотим получить, вот, и в то же время, вот, выражая отсюда, да, вот это x1 положение равновесия будет равно отношению этих двух коэффициентов. Это, как бы, первое, получается, условие для выбора волшебной формулы. Вот второе условие у нас связано с тем, что мы должны обеспечить устойчивость в окрестности вот этого положения равновесия. Вот, для этого мы, во-первых, переносим, ну, тут тоже такой прием, то есть для того, чтобы посчитать устойчивость, мы, устойчивость, так и система линейная, исходно, да, это линейная система, мы можем использовать устойчивость малым, то есть посчитать собственные числа системы в окрестности вот этого положения равновесия. То есть то, как по каждой из координат система себя идет. Если вспоминаете теорию управления, есть такое требование, что для устойчивой системы собственные числа должны быть отрицательные, иметь отрицательную вещественную часть. Мы будем использовать это свойство для того, чтобы получить еще одно соотношение для коэффициентов, чтобы удовлетворить второму условию устойчивости в окрестностях. Для этого мы просто переносим начало координат. Тут идея простая. Нам нужно получить линейную систему, в которой положение равновесия находится в нуле, для того, чтобы посчитать собственные числа. Для этого мы переносим, делаем некоторую трансформацию, переносим начало координат в эту точку, которую мы до этого посчитали, то есть x2, 0 и x1 равно c3 на c2, минус c3 на c2. Мы делаем просто перенос координат, вычитая из координаты каждый координат положения равновесия, мы получаем новые координаты z1 и z2, которые в этих координатах система имеет положение равновесия в нуле. То есть пересчитав, мы получаем, во-первых, как посчитать новую координату и в то же время, как из новой координаты вычитать старую координату. Получив такие преобразования, мы можем подставить вот эти выражения в наши исходные уравнения и получить уравнение линейной системы, у которой положение равновесия находится в нуле. После этого мы сможем составить матрицу, которая описывает преобразование в каждый момент времени, преобразование координат. Вот она примерно имеет такой вид, 0,1, да, то есть это, по сути, матрица первых производных. По z1, по z1, z1, по z2, вот эти функции, по z1 и эта функция по z2. То есть получается 0,1, да, и минус c2, минус c1. Потому что, ну, если здесь посмотреть, да, тут посчитать производную по первой, это будет минус c2, а производная по второй, частная производная по второй, это будет минус c1. Вот, составили матрицу и там вспоминаем правила нахождения собственных чисел. То есть мы считаем определитель по такой форме, где e – это единичная матрица, а l – это просто вектор собственных чисел, то есть l1, l2. Вот, собственно, составляя эту матрицу, приравнивая 0, мы можем найти, для переменной l, мы можем найти два собственных числа. Вот, ну, есть правило там, то есть мы понимаем, что матрица превращается, вот эти две матрицы через операцию вычитания превращаются в одну матрицу, да, и дальше там просто считается через перекрестие, считается собственные числа. Вот, получается квадратичное уравнение, из которого можно посчитать, чему равны собственные числа. Вот, мы тут используем правило Виета, то есть что решение этого уравнения, это два корня, да, их сумма равна обратному коэффициенту вот этому, да, а произведение равно вот этому коэффициенту. Ну, при условии, что вот здесь у нас никаких коэффициентов нет, ну, мы специальным образом это все привели к этой форме. Вот, и условие такое, что собственные числа, их вещественная часть должна быть меньше нуля. Вот, ну, используя вот это вот правило Виета, да, мы можем посчитать, чему будут равны собственные числа, то есть, значит, это будет минус один плюс минус мнимая часть из пяти. Нас интересует только вещественная часть, то есть, минус один, то есть, из первого правила получаем, что собственные числа у нас отрицательные, при условии, что мы c1 возьмем равное 2. Вот, то есть, в принципе, тут просто подбирая вот эти коэффициенты, можно добиться того, чтобы эти собственные числа становились теми, которые мы хотим, то есть, чтобы их вещественная часть была равна той, которой мы хотим. Ну, в данном случае мы вот подобрали такие, выбрали вот такие собственные числа, то есть, мы на самом деле тут не вычисляли их, да, а мы просто выбрали какие-то собственные числа и посчитали, каким должно быть c1, c2, чтобы эти собственные числа были вот именно таким. Вот, соответственно, просто подставляя сюда вместо или 1, или 2 вот эти числа, да, мы получаем некоторые значения для c1 и для c2. Вот, собственно, весь метод, да, то есть, выбрали модель, ну, вернее, записали там исходную модель объекта, да, выбрали эталонную модель, посчитали по простому правилу, выражая вторую производную, приравняв, посчитали функцию управления, и дальше, исходя из ваших требований, которые у вас есть в задаче, вы посчитали коэффициенты этой эталонной модели. Вот, в принципе, и весь метод. Вот, на выходе вы получаете уже готовый алгоритм, то есть, это функция управления, которую вычислили нелинейные функции управления, да, которые есть квадратичные функции, появилось. Вот, и набор коэффициентов, то есть, c1, c2, c3. Вот, и здесь вот остается такой параметр, который задается вашим операторам, то есть, в какую точку необходимо вывести систему. Вот, в принципе, и все. Как бы вся магия. Ну, еще вот полезно проверять всегда ваш алгоритм. То есть, суть проверки состоит в том, что вот у вас есть условия того, как ваша система должна вести себя. Вот, и есть сформулированное управление с набором коэффициентов. Вы можете подставить это управление в ваше исходное уравнение и посчитать, ну, и провести опять анализ устойчивости, то есть, найти положение равновесия в такой системе и проанализировать устойчивость. И, исходя из этого, прийти к выводу, правильно ли вы провели синтез или нет. То есть, если у вас положение равновесия вот в этой итоговой системе с вашей функцией управления будет равно тому, которое вы задали, и это положение равновесия будет устойчиво, значит, с высокой долей вероятностью вы посчитали все правильно. соответственно ваша система посчитана правильно то есть это вот проверка вашей работы то есть вашего потому что есть вычисления да вы можете везде ошибиться всегда нужно проверять как себя ведет система собственно вы просто берете подставляете значит у вас справа там в исходном уравнении была функция управления вместо нее подставляете то что у вас получилось в ответе вот здесь и дальше сокращаете все лишнее то есть все что сокращается сокращаете у вас сокращаются первая производная по их сокращается квадратичная функция вот остается по сути только вот такая функция линейная значит упадет что можно сюда перенести получить сократить все на 2 получится тоже некоторые уравнения это первый призван да ну опять же мы применяем тот же самый подход что и раньше да то есть заменяем вводим новую переменную x2 равную x у x1 как первая производная по x у вот преобразуем ко второму к двум уравнениям первого порядка проверяем что наше положение равновесия который мы хотели x1 x2 является положение равновесия просто подставляем xd вместо x1 и 0 вместо x2 наоборот x10 x2 xd вот и проверяем что получилось получится некоторая матрица считаем для нее собственные числа видим что они в принципе у нас получаются устойчивыми ну то есть то же самое тоже те же самые собственные числа которые мы заложили в нашей системе вот и порой на есть тоже здесь является как раз тем который мы хотим то есть x20 и если x10 то соответственно эти элементы они уходят и по сути x2 у вас будет равно x1 то есть порой на если у вас бы в той же точке которую вы хотите вот и посчитав устойчивость через матрицу через учреждение собственных чисел увидеть что система устойчиво причем за счет то есть причем с теми же самыми собственными числами что мы и заложили при время синтеза вот таким образом мы проверку провели проверку системы начну вот да вот справа еще нарисован да какие бывают чем что можно ожидать такой талонной модели да то есть у нее три три типа движения нас интересует то есть первый это такой периодический процесс с плавным выходом 2 колебательный процесс и третий это с перерегулирование когда нужно выйти быстро но с некоторым с некоторой ошибкой динамической соответственно здесь у нас мы выбрали числа такие с мнимой частью это будет у такой вот колебательный процесс вот если вы просто выбрали некоторые целое число да то это был либо чтобы были был такой процесс либо такой процесс вот это вот по сути линейная система второго порядка то какие виды у них бывает переходных процессов так ну вот в принципе все по первому методу это основная была идея тут принципе ничего такого сложного нет вот место что вам нужно будет попробовать порешать такие задачи посмотреть на чтобы вы были готовы решить на практике такие задачи то вам будет давно некоторые уравнение объекта такой форме вот и вы должны будет предложить эталонную модели на нее может быть вам будет дана и талонная модель вот и вы должны будете провести based расчет то есть либо предложить этого она модели бы взять готовую и И доказать, что данные требования будут выполняться в ней. Посчитать функцию управления, как здесь это сделано. И в конце проверить, что… Во-первых, выбрать вот эти параметры C1, C2, C3. И дальше определить… Самое главное в конце записать алгоритм управления. То есть само уравнение для функции управления, то есть как функция управления выглядит. И значение коэффициентов. Ну и также дополнительно сделать проверку алгоритма. То есть подставить и посчитать. Вот, в принципе, и вся задача. Вот. Значит, дальше мы посмотрим более сложный метод. Это метод ACAR. Он в целом использует ту же самую идею. То есть подстановки выбора некоторой эталонной модели и подстановки ее в исходное уравнение объекта с вычислением функции управления. Вот. Та же самая идея используется там. Но там вот применяется… То есть если здесь у нас было некоторое ограничение, да, то есть у нас уравнение должно было быть… Мы имели столько уравнений, сколько у нас функций управления. Потому что в противном случае мы просто не смогли бы посчитать их. Вот. Потому что мы вот здесь получаем некоторые уравнения, относительно которого мы вычисляем функцию управления. Соответственно, если у вас, например, два уравнения, три уравнения, которые нельзя свести к одному высокого порядка, вот, то, как бы, этот метод уже не работает. Он работает только в том случае, если у вас в каждом уравнении присутствует свое управление. Вот. Тогда вы сможете здесь решать уже не задачу, не вот такую задачу… Ну, как бы, ни одно уравнение у вас здесь будет, а их будет, например, три. И можно будет решить систему таких уравнений. Вот. Но, тем не менее, это такое тоже ограничение, которое не позволяет, там, целый класс задач рассматривать. При которых вы не можете систему представить вот в таком виде. Вот. Для таких систем вот как раз хорошо подходит метод ACAR. Значит, он работает с уравнением вот такого вида. То есть, когда у вас уже здесь задан просто набор уравнений первого порядка, без требования, чтобы формулировать на каждый канал управления одно уравнение, да. То есть, здесь может быть, на самом деле, одно управление и много переменных. Вот. Суть этого метода сводится к тому, что… Ну, тут я пытался это изобразить. То есть, что у вас происходит последовательное разложение системы на компоненты. То есть, у вас, например, есть система третьего порядка с тремя уравнениями дифференциального первого порядка. Вот. И вы делаете последовательную декомпозицию. То есть, вы сначала в трехмерном пространстве определяете некоторую поверхность трехмерную. Вот. И формулируете управление относительно этой поверхности. То есть, ставите задачу как приведение там траектории вашей системы к этой поверхности. Вот. И таким образом получаете систему первого порядка. То есть, как бы она вот так… Как бы с помощью такой поверхности вы как бы раскладываете ваше пространство на такой слоеный пирог. Вот. И рассматриваете то, как система движется перпендикулярно этому вот слоеному пирогу. То есть, как бы по слоям двигаетесь вниз к некоторой заданной поверхности. Вот. И вы получаете как бы систему первого порядка, в которой можно применить вот этот метод эталонной модели. То есть, задать эталонную модель вот для этой системы первого порядка и посчитать управление, которое будет двигать вашу систему сквозь вот этот вот слоеный пирог. Вот. А дальше, когда вы пришли уже на вот эту вот целевую поверхность, вы можете рассмотреть уже другую систему. То, как ваша система движется в плоскости, в пространстве вот этой поверхности. Таким образом, у вас уже получается такая декомпозиция. То есть, у вас управление раскладывается на две компоненты. Первое. Вы движетесь сквозь этот слоеный пирог к какой-то конкретной поверхности. То есть, поверхность у вас задается некоторой функцией, psi. Вот. И задавая различные значения этой функции, там 0, 1, 2, 3, 4, вы получаете такой слоеный пирог. То есть, для каждого значения этой функции у вас есть какая-то своя конкретная поверхность в пространстве. Вот. И вы раскладываете вашу систему управления на две компоненты. Первый компонент – это движение сквозь этот слоеный пирог к поверхности, определяемой таким уравнением. То есть, psi равная 0. Там, от psi 1 до, там, от psi 666 до psi 1, там, до 0, грубо говоря. Вот. Она каким-то таким витиватым образом будет двигаться, да, но в конце концов она придет на вот эту поверхность за счет первой компоненты управления. Вот. А затем вы получаете уже в пространстве вот этой поверхности, за счет того, что у вас есть внешнее управление, которое, сдавливая систему, как бы прессует ее, чтобы она вот сжалась до вот такой поверхности. Вот. В пространстве этой поверхности вы можете сформулировать уравнение уже второго порядка. То есть, не третьего, как изначально было, да, а второго порядка. Вот. Таким образом раскладывается система на две компоненты. Система первого порядка, которая движется сквозь пирог слоеный. И система второго порядка, которая описывает движение внутри вот этого вот слоя, который там вы определяете как слой, где функция вот этой, описывающей эту поверхность, равняется нулю. Вот. И там у нас уже система второго порядка. И там вы можете применить опять тот же самый прием, то есть ввести новую функцию. То есть, это уже будет кривая некоторая, не поверхность, а кривая в пространстве этой поверхности. относительно которой вы строите опять систему управления первого порядка, которая будет сжимать ее до системы первого порядка. Вот таким образом вы строите такую иерархию сжатий, сжатия пространства, то есть там из трехмерного в двухмерное, из двухмерного в одномерное. И на каждом этапе вы решаете ту же самую задачу, как в методе эталонной модели, то есть вводите модель движения к вашей поверхности. И синтезируете управление, подбираете коэффициенты, получаете что-то наподобие такого алгоритма для каждого. А затем есть обратная процедура комбинации вот этих локальных управлений в одно целевое. В конце концов вы получите тоже некоторую аналитическую функцию, которая будет решать вот такую вот задачу. В этом основная идея вот этого метода АКАР. Значит, ну давайте сейчас перерыв сделаем, пять минут. У нас время заканчивается. Вот через пять минут чуть посмотрим детальнее, как это делается на практике. Да, соответственно, надо будет сейчас перезайти. Продолжение следует... Продолжение следует...